ну все как обычно про меня вообще помнят люди что я я живой вообще я в эфирах сколько не было месяца три наверно да не уходил дамы и господа добрейший вечерочек всем о ничего все сколько вас есть теневого бана что ли вышел уже прикинь я вот сколько времени считаем 100 почти не вел я походу вышел из теневого банка с него да вот у меня сейчас 200 человек уже помнишь меня будут я популярно точно спасибо большое опа ребята если жизнь после дома 2 конечно есть конечно и когда домой в россию плохо слышно не понял все наушники снимем тогда а так алё алё приветули так лучше слышно напишите плюсик мне показать как крис хотелось вас очень какая крис у вас тут 2 ничего не слышно слышно мне или нет плюс пишет шагур это у вас там что-то значит кого выгнали а и до этого было отлично все эти хейтеры домой чё я вас всех очень рад видеть давно мы не общались я бы сказал что я немножко вообще из инстаграмовской жизни выпал потому что не знаю не было настроение вести на инстаграмах мы не монахом место я занимался делами ну снимался в съемках было все четко все про маринку мне пишите дайте привет маринки напишите от меня что мы очень любим швейцарию обязательно туда в скором времени попадем нет не в москве я на сейшелах также остался почему я должен быть в москве если был в москве я бы кричал от радости и разрывался просто женя скрис да то ругается то лидится нравится ли мне марина страх но мы общаемся мы же говорю нам нужно в живую увидеться по общению да нравится женька тебя хотят видеть не знаю зачем нет я один я без отношений уже полгода а ты отнес единорога что ли него забрали забрали до веролом забрали демоны черного маша в один вопрос ты с кристины или без да тут на самом деле непонятно нет нет да и да вроде спросите у кристина она вам более четко скажет надо дурничать купин шутила твоего ходе но вы же умные подписчики надеюсь вы все поняли что это шутка была звук плохой дождите песок выдул вроде сложно ли жить на острове ну приедается то есть но кому-то смотрите есть два типа людей есть люди которые привыкли к цивилизации как я есть вторые люди которые любят уединение я не знаю ну то есть маленькие коллективы но это точно не про меня история прокомментирую ситуацию происходящего на родину плохая ситуация чё говорить я не политик главное чтобы никто не пострадал это самое главное политическую ситуацию мне не особо хочется обсуждать кто-нибудь на поля не нравится я там ни с кем толком не общаюсь смысл но как бы непонятно когда мы прилетим поэтому не вижу смысла даже с кем-то общаться специально пишет чё так не любят меня типа хорошие люди какие кристина сказала что любит больше ну хорошо конфликт юли с олеси мне вообще абсолютно не интересен это их разборки неинтересно моя жизнь и мое окружение хороший звук песок у всех оглохло ну да у меня вроде с моим телефоном все в порядке с насти общаемся до недавно я писал спрашивала как у нее дела она вроде как тоже через месяц собирается в алина общаемся как-то с купином познакомился у нас общая знакомая карина была подруга плохо слышно выйдите пожалуйста не тратить свое время не мучаетесь марина нравится визуально да сергей тебе реально из девушек на острове кто-нибудь нравится нет ответа на этот вопрос скорее нет чем да я скучаю по маме только своей и по своим друзьям яхта любви не будет не знаю не знаю не знаю не надоело там сидеть но я там не просто сижу я еще своими делами занимаюсь мне очень жаль людей которые на доме 2 просто только сидят и больше никаким образом не развивается я ничего не думаю еще раз говорю про ситуацию между белой и олеси мне пофигу вообще ни с кем отношения возвращать не хочу хочу новое построить сегодня планом все мои грехи закатом лубника бомба микрофон кальсинг ждешь приходите я не против почему синяки подготали они у меня всегда такие не знаю высыпаюсь нормально вообще ни на что не жалуюсь здесь прекрасные условия на острове одно но что долго слишком здесь так ребят начало нас все то же самое данного каких-то интересных вопросов нет а где марине на фото вы же вроде переехали блин она короче пропала пропала только свою фотку я взял а ее куда-то фотки пропали но у меня есть они память определенную есть там вещи где посмотреть твой конфликт барышевым в эфире где ребят с лейлой мы дружим все четко кожуха встроит отношения с криз до показать вам комнату да пожалуйста вот такая вот у нас вела вот такой женька у нас женька сложные учат короче нормальная вела жить можно да кстати ребят кто из западной европы там италия франция а литва латвия эстония в общем все что левее беларуси вся западная европа приходите на проект кому интересно кто русскоязычный приходите на кастинг на остров если давно хотели попасть на дом 2 это прям ваш очень хороший шанс какие тебе нравятся девушки чувством юмора с мозгами симпатичная приедем приедем обязательно всем привет да они уже все по уходили уже мне кажется этот конфликт исчерпан уже нет смысла что-то там летит я уже всех простил и забыл это все как страшный сон у меня есть люди с которыми мне приятно комфортно общаться на которых можно положиться почему вы заселились на виллу потому что мы так захотели сереж ты чего-то недобрый сетра но вообще-то уже вечер почему аня покинула проект не ее место она не конфликтная девочка книгу посоветую я щас читаю левина называется про вампир про вампиров короче называется empire 5 почитайте вам должно понравиться интересно там про мироустройство про короче как вампиры управляет людьми как проводите свое свободное время я занимаюсь саморазвитием книги читаю спортом занимаюсь не так часто как раньше но занимаюсь сейчас вот из рейстика приехал нормально проводим любишь чикаться странный вопрос германия привет ребят но если связь плохая ну чё могу сделать значит интернет такой расскажи про режим дом 2 утром просыпаемся 9 10 утра записываем утренние сюжеты примерно в 12 в 11 3 12 начинается лобная лобная идет час полтора потом обсуждение после лобного потом какой-нибудь типа конкурс или еще что-нибудь подобное кто-то ездит на выездные свидание примерно в 45 у нас так скажем тайм-аут перерыв где-то до 6 30 до 7 вечера потом пишем ночной эфир в 11 вечера лобная и все и спать нам за пребывание на острове деньги платят конечно фильм довод не смотрел я из словакии приехал об уход пиши на сайте дом 2.ру там есть раздел кастинг чехия прага тоже отлично латвия отлично у нас сейчас латвии сколько дания лейла с латвии прилетать чтобы ты хотел изменить свою жизнь мне нравится моя жизнь чтобы прям кардинально поменял не знаю возможно я бы посмотрел еще пару стран и определился бы где жить точно но вы сами ответьте на вопрос посмотреть час какая там ситуация в беларуси вы бы хотели чтобы жить в такой стране чтобы ваши дети там жили я думаю что не очень почему европа потому что русских пока не пускают на сэшел я буду наблюдать тебя благодарю взаимно влюблен был конечно эфир сохранить вам ну раз просите конечно храним нет мы на острове не одичали все нормально сейчас попроще стало сняли карантин на сэшелах мы там и выезжаем и выходные у нас есть поэтому все получше твое предпочтение в еде даю предпочтение здоровой пищи но иногда могу ей погрешить особенно это касается до сэшелах так и просто ситуация в беларуси плохая ситуация че сложная ты единственный участник читающих книг да нет ну вы че валера ты я думаю тоже читают или на экране да не думаю читают ребята бремя страстей человеческих почитай ой почитаю у меня я вам открою секрет я параллельно читаю сразу несколько книг я до сих пор дочитываю еще рая дали о принципах по финансам параллельно я говорю пелевина читаю ну правда не читая аудио слушать потому что здесь на сэшелах русские книги тяжело купить и сейчас хочу еще набокова начать читать мне тоже автор нравится что вы делаете когда у вас съезд кто-то спортом занимается кто-то спит кто-то ездит в магазин роману тоже прикольно кому что нравится там конечно не про вампира вампира файф пелевина не про вампира вы наверно что-то путаете видно как тебе все остались бихнила злее стал шутить злее стал однозначно смотрите ребят я очень добрый хороший парень ну как мне говорят мои знакомые друзья а если я кому-то резко и грубо отвечаю это значит человек неправильно со мной общается никогда доброжелательному хорошему человеку расположенного ко мне я не скажу какую-то но не служит какие-то плохие вещи на дом 2 можно прийти 18 лет да с 18 можно проходи кастинг помешают москве за тобой интереснее наблюдать но потому что я не странная житель я московский я это прекрасно понимаю представься в голове квадрат треугольник круг прямоугольник зигзаг чтобы ты выбрал не задумываясь треугольник что за музыка играет не знаю ромашов привет ищите привет что я там жил 6 до 7 лет садик ходил без стэд скучно да насти не хватает очень почему все покидают проект ну я думаю что в основном покидают проект люди которые понимают что больше ничего интересного они здесь для себя не возьмут и не занимают чужое место все вполне адекватно логично с каким мульт героем сравнил себя с кинг-конгом что-то приумел саня это ты не могу по этой аватарку поменял саня беларусь что не комильфо ищем выгодное предложение господи что вы за дичь пишете я не считаю беларусь идеальной страной для молодых ребят для развития это мое мнение и пока я его поменять не могу я не грустно господи все нормально мы вчера очень весело отдыхали я спокойно сегодня воскресенье прекрасный день выходной а ладно понятно все одно и то же что вы какую-то клубнику пишете вы таким образом пиарите свой аккаунт что-то или что уманский приглашал на свадьбу нет не приглашал но я не знаю когда я прилечу я думал он пригласил почему вы с Вариной общаетесь сильно после ухода с проектом мы общались практически все время может с маленькими перерывами просто намного меньше чем раньше ну вот да вернемся мы в Москву я не ну а что ответим когда мы вернемся в Москву они уже сдолбали честно ничего страшного в беларуси нет люди не изменились ребят люди в беларуси хорошие условия для развития молодежи и бизнеса и все что с этим связано я считаю недостаточно хорошие даже если сравнивать с той же россией вот и все если вам нравится развиваться в беларуси я ж не против я там прожил 26 лет вот я тоже все это наблюдал у меня там живут родители мне нравилось там в детстве но когда как бы ты хочешь чего-то добиться в жизни у меня по крайней мере в беларуси не получилось если мне расстояние строго отношения с мариной конечно мы попробовали у ромашова вкус музыкальный вот вы мне говорите что я злой это вы какие-то объясните мне почему русские вот славяне такие злые вообще реально вы не умеете радоваться за чужое счастье почему-то постоянно какие-то гадости пишите друг другу будьте добрее люди и все у вас будет жизни хорошо о диам привет а когда ты сам неправильно отвечаешь людям если я как-то грубо отвечаю людям я считаю что я неправильно ответил я могу извиниться это новые сексуальные усы барберы тут очень интересные ребята которые стригут и бреют как тебе сразу видно что треугольник но и прекрасно сейшел в основном уходят с проекта именно с сейшел потому что очень сложно и тяжело находиться но больше шести месяцев здесь уже прям если кроме проекта ты ничем больше не занимаешься реально мне кажется поедет крыша от безделия кто лучшего или марина я не сравниваю никогда людей они разные у нас марина больше в общем с каким литературным героем ты себя ассоциируешь вот это очень интересный вопрос это надо прям подумать я можешь подскажи литературный герой какой-нибудь из классики с кем я ассоциирую кто напомни про него кто он был ну я ж не убиваю баба ну я ж не убиваю баба наказывал ромашок почему-то говорит что я если меня сравнивать с литературным героем то я похож на раскольникова почему всякую дичь пишет диан потому что у нас очень добрые и хорошие люди в россии ну или не пух то понятно да с этим я согласен что в мужском понимании ебать в мозге объясню это когда мужчина не понимает претензии женщины ну то есть он спрашивает у нее почему ты считаешь ну скажем так что я должен это сделать да то есть или там она ему что-то предъявляет он говорит обоснуй а девушке скажем так просто этого хочется вот или просто у нее там плохое настроение ей нужно на ком-то сорваться в одно для мужчин это считается что ему не будут мозги ну то есть грубо говоря когда на ровном месте девушка пытается там скажем так создать конфликт докопаться к тебе хобби есть конечно у меня много разных хобби да куда бы хотел переехать жить ну я бы не сказал что я еще много где-то был но это точно не азия не моя тема пока я буду в россии а там посмотрим москва мне в принципе нравится славяне злые говорит ну это правда славяне почему-то не умеют радоваться за чужое счастье очень завистливые славяне это не только мое мнение посмотрите даже что в прямом эфире пишите я не говорю что все злые я говорю что очень много злых людей вы любите пройтись по внешности пообсуждать кого-то за спиной пораспускать сплетни девушка с лишним весом не могла бы мне понравится потому что женщины должны за собой следить среди любой нации есть фритки я не говорю про нацию я говорю в общем люди пожалуйста будьте добрее сейчас сложное время вместо того чтобы друг друга грызть наоборот скажите другим своим знакомым друзьям пару добрых хороших слов лишних поверьте мне они это оценят а вот это правильно потому что видать в наше время не ценят доброту и хорошее отношение это прям в точку есть фото без бороды усов наверное подросток давно я не брился полностью с каким героем сравнил бы Ромашова и себя не знаю блин не хочу сейчас про это думать честно давайте что-нибудь про более серьезное поговорим да я не закрываю микрофон что с микрофоном микрофон вот здесь снизу подождите может в песок попал если сравнить тебя сейчас и 5 лет назад сильно ты поменялся как сам ощущаешь пять лет назад я как раз увольнялся из армии ну уже уволился да я считаю что я очень сильно поменялся в лучшую сторону повзрослел точно какой фильм оказал на тебя сильное впечатление это интересно у меня есть любимые фильмы скажем так интересный фильм Тони Робинса я не твой гуру неплохой довольно да если есть художественных то один плюс один наверное это самый мой любимый фильм достичаться до небес тоже фильм который со смыслом на самом деле много хороших фильмов просто я всех не помню уже сходил на самом деле я не могу у него я не могу сходить я не могу сходить К Роберту на день рождения Он что-то так и не долетел В Америку хотел бы поехать посмотреть ее Нью-Йорк особенно Переезжать в Америку Мне кажется очень серьезное должно быть решение Спасибо за ответ, мы докапываемся Потому что не хватает внимания, но ты прав Блин, ну сделайте так, чтобы Окружить себя людьми Смотрите, если вам не хватает внимания Значит вы не особо интересны другим людям И это исключительно только ваши проблемы А не чьи-то еще Ебать мозги, согласись Вы избалованы на проекте внимания За периметром убрать вашу медийность Вы никто Бред полнейший Я считаю, что Есть 20% участников Которые себя что-то за периметром В том числе представляют А так в принципе это В любой сфере Всегда 20 на 80 20 добиваются Очень больших результатов Назови свои три слабые стороны Назову легко Лень Как, наверное, и у многих Дисциплина у меня хромает Это могу 100% вставлять И Третий тяжело, кстати, назвать Ну пусть будет, что я Злой стал Как вы говорите Злость Это плохо Мне это точно не идет Вы тоже не цените скромных и порядочных девочек Мы ценим и скромных, и порядочных Но кроме скромности и порядочности Еще женщина должна вызывать интерес Что в твоем понятии, девушка должна следить за собой Но мне кажется, это странно такое понятие раскрывать Это и так понятно Следить за собой Это значит Соблюдать вегиену Заниматься спортом Каким-то Не знаю Танцами К пример Следить за своим внешним видом Я чуть не оглох на лавушке От того, что думал в динамик Проверка связи была Зачем про эту Марину пишите Она не интересна Даже бабича не заинтересовала Ну да, бабич, конечно Это у нас столом просто Мне очень жаль, что Если бабич для вас это Идеал мужчина Он неплохой парень, но он еще тоже маленький И слишком самовлюбленный Осталось привычку говорить так точно Нет У меня есть слово паразит дурацкое, грубо говоря, очень часто я повторяю Вот от этого хочу избавиться Сережа, какие качества ты ценишь в человеке, не важно, мужчина или же однищина Искренность, порядочность Утраченные добродетели и истинные ценности у человечества Стало не модно быть добрыми, честными, порядочными, целевыми От этого все так складывается грустно Это правда Сейчас, да, в 21 веке побеждают наглые Не всегда умные Это правда Сколько еще планируете пробыть на США Ну, я бы хотел не больше месяца, честно Это не мешало бы нас поменять Я считаю, мы заслужили немножко отдыха, скажем так, после США Хотя бы неделю-две Есть на проекте, кто играет в жизни вообще другой человек Из внешних участников Конечно Вы их всех прекрасно знаете Их много Обычно, если человек надевает какую-то маску Значит, он боится с собой настоящим Столкнуться, скажем так Ему проще жить в образе придуманном Любил бы девушку с очень сложным характером Зачем? Ничем не очень сложный характер Загоны и все остальное Она должна быть адекватна Москва по сравнению с Америкой Ничто не считает Я бы так не сказал И в Америке, и в Москве есть бомжи И в Америке, и в Москве люди живут хорошо И плохо За какой ямой мне ухаживать? Нашокеиваю? И на чем? Есть ли у меня фобии? Да Боюсь высоты Как от нее избавиться? Нужно с парашютом прыгнуть Насекомых, наверное, боюсь Шофеева нравится внешне Ну, внешне, да, она привлекательная Но характер у нее сложный Два сильные Три самые сильные стороны Тоже очень зону А назовите сами Мне вот даже будет интересно послушать Способен ли я на безумные поступки? Есть такое понятие, называется Обоснованный риск На него я способен, да Как сохраняешь спокойствие всего? Ну, я не всегда спокоен Как сохранять Внутри себя нужно найти опору Уметь себя контролировать Держать в себе эмоции периодически Постоянно выходить из себя Это ваша слабость очень большая Вы же это прекрасно понимаете Была ли у тебя крайне депрессия? Конечно На острове в июле месяце Вообще был в полном депресснике Ничего не хотелось делать Сережа, число людей в прямом эфире Уменьшается от плохого звука Но я же вам уже дважды продул микрофон Тебя раздражают чрезмерно позитивные люди Или наоборот, они заряжают? Скорее заряжают Я люблю больше позитивных людей Ненавижу негативщиков Я не скажу с поводу Яны и Захары Но они сами уничтожили свои отношения Из-за собственного эгоизма Как отношусь к курящим женщинам? Негативно Скалон проектная раз так с Настей поступила Я считаю, что да, абсолютно Подруга бы так не поступила Кого он умеет Любит и умеет играть И любит из себя построить жертву Как отношишься к Валерии Беллингранцу? Нейтрально На проекте Пропаганду наглости Если скромный, то тухлый Ну, часть правды в этом есть Но не совсем так Можно быть открытым Не обязательно быть наглым Просто Вы путаете Часто скромность С отсутствием вообще характера и эмоций Скромные люди тоже могут быть характерными А вот Тухлый это скорее неживой человек Которому Знаете Он приходит на проект Он не понимает Зачем он сюда пришел У него нет цели какой-то определенной Он Боится что-то сделать Боится, что его осудят Как-то прокомментируют Каких людей тухлыми называют? Боксировать? Да, кстати, давно не боксировал Но завтра пойду Завтра С Лешей завтра Думаю Проведем тренировку Почему, думаете Марина покинула проект? Ей скучно было Или не хотела размениваться? А вы были удивлены? Ну, я думаю Да, она устала быть одна Это сложно Всем сложно Одиночкам тяжело Особенно на острове Тяжело быть одной Я что-то теряюсь Я не теряюсь Я Периодически Думаю Перед тем Которым ответить Как Федя стал нормальным Сразу тухлым Не знаю Я не считаю Федя Тухлым Он нашел Как бы свою девушку Он стал более спокойным Какой был твой самый лучший интимный опыт Что стояло на первом месте Эмоции, чувства Или физический контакт Самый лучший мой интимный опыт Когда ты полностью растворяешься в человеке Вылетаешь в космос Типа такого Такое Сложно это очень описать Надо почувствовать С такой хобби на гору поднимался Ну да А что делать Ну я прям Не настолько боюсь высоты Вот Если бы Например Я забрался там На небоскреб И посмотрел С крыши Сверху вниз Вот мне было бы Очень страшно С кем точно После проекта Будешь общаться Много ребят Много есть хороших ребят Какое самое ядовитое насекомое Ты видел у нас сначала Скалопендры Почему не уйтили вместе Захаровой Но надо в Москву Остров стал метать У нас разные Захаровой Боби ситуации Как думаешь В чем слабость У Манского Интересный вопрос Я думаю Что он бывает Непостоянен В принципе В 34 года Можно уже быть Более Сдержан Особенно Что касается Отношений Женщины А так Никитос Крутой Так Ну и что Последний вопрос Я завершаю Мы и так Уже с вами Пусть и час Проговорить Сережа Ты честно Скажи Не хочу Про детей Говорить Как справился С депрессией Я однажды Проснулся И понял Что Чем больше Я буду грузиться От этого Жизнь моя Лучше не станет И просто Отпустил Ситуацию И все Депрессия Чаще всего Возникает Из-за Отсутствия Интереса К жизни Либо Когда вы Делаете Каждый день Одно и то же У вас нет Кого-то Разнообразия Либо Куча проблем С окружаем Но Если просто Лежать И Грузиться Ничего не будет Поэтому Приходят Нужно Брать Где-то Изнутри Еще Силы И Решать Проблему Выкарабкиваться Вот и все Мог бы выбрать Женщину Постарше Если да Но сколько Старше Она может быть Блин Я не знаю Я старше Женщиной Чем я Не встречался Не раз Сложно Ответить Такой образ Ну если бы Она Выглядела Как бы Хорошо Например Ну я думаю Там до 35 Женщина Женщинами Постарше На самом деле Очень интересно Потому что Они более Умудренные Опытом Когда вы Ржете С Ромашовым Невозможно Чтобы Обнестрение Не поднялось Спасибо Это очень Приятно На мой взгляд Таисин Несторон Доброта Трудолюбие Целеустремленность Спасибо С Настей Общаемся Которые Проекты Самое Большое Заблаждение Тебе Которое Таисин Слышал Ну не знаю Я не особо Обращаю На принимание А теряешься В том смысле Что один Пора жениться И дети Ребят Мой вам совет Не следуйте Каким-то Дебильным Шаблонам Нет понятия Пора жениться Заводить детей Есть понятие Когда тебе Хочется Найти вторую половинку Жениться Завести детей Все остальное Бред Общества Про Федю Ведущие Так говорят Докопались Ну может Федя Немножко Подуспокоился А ведущие Лиза Лиза Трендофилидия Тебе очень хорошо Высказывается А отзывается Вы с ней общаетесь Да Общаемся Дружим Лиза Молодец О Серый Привет Кстати Ответь мне В телеграме Пожалуйста Я тебе там Написал Ты молчишь Не бойся Шофеева Она не зря Так и стерила Так вообще Можно быть Захаром Я не боюсь Шофеева Просто я не понимаю Женщин Которые При любом конфликте Сразу переходят На мат И начинают Посылать Для меня Это недостаток Интеллекта И самоконтроля Вот и все Так Сейчас наберу Те серые Так Ну че Все ребят Ладно Всем пока Я был рад С вами пообщаться Всем хорошего Новой Продуктивной Недели А мы будем Дальше Для вас Снимать Наше Прекрасное Шоу О любви До свидания